Добрый день, дорогие подписчики! Меня зовут Ксения, я являюсь руководителем отдела продаж генетической лаборатории Medical Genomics и сегодня мы с вами поговорим о том, почему на рынке генетических услуг такой разброс цен. Почему одни тесты на отцовство стоят 7000 рублей, а другие превышают по стоимости 15 и от чего все-таки зависит стоимость, ну и вообще порядок проведения теста. Предлагаю начать с того, чтобы разобрать с какой целью и для решения каких задач клиенты в принципе обращаются в генетические лаборатории. Чаще всего клиенты обращаются в личных целях для обретения душевного спокойствия, когда человеку что-то беспокоит, например, он считает, что это не его ребенок, ребенок на него не похож и так далее. И в данном случае генетические лаборатории предлагают информационные тесты. Вторая причина, когда требуется экспертиза, это урегулировать в досудебном порядке семейный конфликт, то есть когда дело до суда еще не дошло, но камень преткновения уже какой-то возник. И третья причина, которая заставляет клиентов пройти экспертизу, это уже судебное разбирательство, где экспертиза выступает одним из видов доказательств. В связи с этим генетическая лаборатория может предложить клиенту вам информационные тесты, которые часто проводятся в анонимном формате, досудебные экспертизы и судебные молекулярно-генетические экспертизы. Сразу отмечу, что информационные тесты по стоимости всегда ниже, чем судебные или досудебные экспертизы. И это никак не связано с качеством услуги, предоставляемой лабораторией, как зачастую полагают клиенты. Технология выполнения, сама лабораторная часть, она абсолютно не отличается ни для анонимного теста, ни для информационного, ни для судебной экспертизы. И это важно. То есть по факту, как вы к нам обратились, по факту вы можете получить только два результата. Это подтверждение отцовства с точностью 99,99%, либо исключение отцовства с точностью 100%. Но все-таки принципиальное отличие между информационным тестом и досудебной экспертизой, или судебной, она имеется. И в общем-то, отличие в первую очередь в заборе биологического материала и оформлении этого исследования. Если вам нужен тест в личных целях, вы можете самостоятельно собрать образцы букального эпителия, стандартного биоматериала, который используется для этих исследований, в домашних условиях. Вы можете предоставить какой-то нестандартный образец, там ногти или волосы с корешками, ушную серую и так далее. Но если речь идет о юридическом тесте, то тут вам необходимо пройти определенную процедуру идентификации личности. Ну, то есть это установление личности, скажем так. Соответственно, с действующими нормами законодательства забор биоматериала для досудебной экспертизы и судебной экспертизы проводятся специалистами в присутствии двух понятых, которыми могут выступать любые совершеннолетние лица, не заинтересованные в исходе вашего процесса, скажем так. На этапе забора биологического материала в обязательном порядке составляется протокол забора проб биологического материала, где, соответственно, человек, который будет производить у вас забор и те понятые, которые будут присутствовать на заборе, будут подписываться под 307-й статьей у КРФ. Это дача заведомо ложных показаний. Далее, в обязательном порядке в нашей лаборатории наши партнеры проводят фотографирование участников. И это тоже очень важно. Это исключает подлога биологического материала и дает возможность полноценно установить личность каждого из вас. Ну, например, приведу простой пример. К нам в лабораторию обратился клиент, предполагаемый отец, он пришел с ребенком, все хорошо, документы он предоставил, мы произвели забор, взяли необходимые документы и говорим, а теперь время фотографироваться. Человек встает, забирает ребенка, забирает все документы и уходит. Почему он это делает? А вопрос, вернее, ответ очень простой. Человек не был готов к фотографированию. По свидетельству о рождении достовенно идентифицировать этого ребенка в лабораторию не может. Поэтому, как один из дополнительных пунктов, мы проводим фотографирование участников. В связи с этим, стоимость досудебной экспертизы, судебная экспертиза, она превышает, стоимость информационного теста, и зачастую превышает более чем в два раза. Также, важный момент, помимо вообще забора биологического материала и оформления, да, сопроводительных документов, имеется разница в самом результате. Но не с точки зрения точности и достоверности, а с точки зрения оформления. Если информационный тест, да, он в себе содержит тезисную информацию об участнике, о биоматериале, который предоставлен на исследование, и, соответственно, там проведены расчеты, то есть вероятность родства, индекс отцовства и так далее, то в рамках развернутой досудебной экспертизы, либо судебной экспертизы, клиент на руки получает полноценный документ, где он может посмотреть, какое учреждение проводило экспертизу, эксперт с какой квалификацией, да, занимался конкретно вашим делом, какие были получены, да, первичные документы, протоколы в рамках исследования, как был произведен забор биологического материала, да, с оформлением каких документов. То есть в этой экспертизе будет полноценно отражена всякая картина от учреждения, да, и, как бы скажем так, аккредитация этого учреждения до поступления биологического материала к нам в лабораторию и полученных результатов. И, естественно, такую экспертизу, вне зависимости от того, в каких целях вы ее провели, да, там, в частном порядке или в судебном порядке, вы можете использовать как доказательство. Это важный момент. Поэтому, когда вы обращаетесь в генетическую лабораторию, самое главное определиться, какую задачу вы хотите решить ДНК-тестом. Если это личная цель, вам подойдет информационный тест, и переживать о том, что он будет менее точен по сравнению с судебной экспертизой не стоит. Если это судебное разбирательство, да, или даже возможность судебного разбирательства в будущем, то лучше остановить свой выбор либо на юридическом тесте, если все стороны согласны в добровольном порядке пройти исследование и решить, да, эту проблему в досудебном, скажем так, формате, либо обратиться в суд и через суд добиться назначения экспертизы. Надеюсь, данное видео было для вас полезно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите нам, звоните, мы будем рады вам помочь. Продолжение следует...